Конечно же, просто сегодня же события, то есть это все-таки уже совсем другого уровня, да, не то, что в прошлом году. Ну как, по-прежнему мы живем в условиях жестких ограничений, и они продолжают действовать, хотя по сравнению с прошлым годом, сегодня больше уверенности в будущем, больше людей собралось, больше посольств представлено сегодня, вот Армения вместе с Азербайджаном впервые участвуют, надо сказать, в предложении вместе. Вот, и, конечно, больше цветов принесли, я уверен, что сейчас здесь люди, которые собрались, принесут к памятнику много цветов. Я вчера был удивлен, что никаких не было событий в Британии, вообще даже цветы не возлагали представители правительства. Ну почему же? Вчера в Эрвале мы возложили... Нет, нет, я не про нас, я имею в виду про местные власти, то есть это же тоже День Победы, это союзники наши. Королева, не королева не участвуют в мероприятиях, поэтому все перенесено на более поздние сроки. То есть и за королеву, и за траур. Видимо, да, по-прежнему. Понятно. Но вот здесь, в Британии, День Победы, что это такое? Это, конечно, у них день, они отмечают 8 мая, как и вся Европа, день, вот этот соторжечный день. А 9 мая, в меньшей степени, 9 мая участвуют все-таки большие соотечественники, которые сегодня здесь находятся в сквере. А те, кто действительно понимает, что такое была победа над нацизмом, что такое 9 мая, что когда был подписан, что случилось 9 мая именно. Ну вот, вы общаетесь с дипломатами и с теми, кто здесь живет в целом. Вы чувствуете, что здесь есть желание переписать историю и изменить? Здесь нет. Я должен сказать, что Британия чтит традиции, хорошо понимает историю. И таких проявлений, как разрушение памятника, как возвеличивание нацизма, как это иногда происходит в других странах, и сейчас в восточноевропейских, таких явлений здесь нет. Здесь серьезно относятся к истории и серьезно относятся к тому, что случилось во Второй мировой войне и к победе Советского Союза тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все закончилось.